Доброе утро! С вами Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Вы смотрите Утро на ОТВ. Сегодня, как всегда, будет много интересного, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Итак, за грибами только с компасом. История спасения заблудившейся женщины в нашем репортаже. По программе губернатора в Одинцовском округе обустраивают пешеходные дорожки и народные тропы. Стройка под контролем. В Звенигороде скоро появится новая школа. Итоги учебного года. На еженедельном совещании в администрации муниципалитета рассказали о достижении в образовательной сфере. Дети, дети. В России продолжается акция по сбору книг для ребят из Луганской и Донецкой народных республик. Лето в Подмосковье. В Одинцовском округе реализуют проект губернатора Андрея Воробьева. 120 лет назад, 14 июля, появилась Транссибирская магистраль. В 1891 году император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути возле Владивостока. Через два месяца начали строительство. Транссибирская магистраль проходит от Москвы до Владивостока. Она охватывает 20 субъектов России и 5 федеральных округов. На ее пути 87 городов и 16 крупных рек. Чем еще запомнился этот день в истории, узнаем в нашей следующей рубрике. 14 июля 1896 года в Нижнем Новгороде представили первый русский автомобиль. Его разработал лейтенант военного флота Евгений Яковлев. За семь лет до российской выставки он организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. А также побывал на международной выставке в Чикаго, где представили один из первых автомобилей – немецкий «Бенц» модели «Вело». Машина привлекла внимание Евгения Яковлева и инженера Петра Фреза, и они решили построить подобную. Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания прошел испытание в мае 1896 года. А 14 июля его продемонстрировали на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде. В этот день в 1941 году применили знаменитую «Катюшу». Залп выпустили по железнодорожному узлу города Орше, захваченному фашистами. Были уничтожены вражеские эшелоны, боеприпасы и переправа через реку Оршицу. Возглавлял экспериментальную батарею «Катюш» капитан Иван Флеров. Эта боевая пусковая установка стала первой созданной в СССР мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. Первый опыт применения показал высокую боевую эффективность оружия. И в августе-сентябре 1941 года на фронт отправили уже 324 боевые машины. Сегодня в Южной Осетии отмечают День миротворца. В 1992 году, 14 июля, в зону грузино-осетинского конфликта вошли трехсторонние миротворческие силы. Произошло это после подписания главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии соглашения об урегулировании грузино-осетинского конфликта. Считается, что благодаря вводу миротворцев удалось остановить боевые действия. Они шли три года и унесли много жизней. Также 14 июля отмечают Международный день хаоса и беспорядка, а во Франции – День взятия Бастилии. 14 июля 1943 года родился русский поэт эпохи Просвещения Гавриил Державин. Он написал оду «Фелица», посвященную Екатерине Второй. Ей настолько понравилось это произведение, что в награду поэту она передала золотую табакерку с бриллиантами, в которой лежали 500 червонцев. А потом сделала его губернатором сначала Оланецкой, а потом Тамбовской губернии. Державин боролся с коррупцией и недисциплинированностью среди своих подчиненных. Из-за этого возникали конфликты, и его перевели в столицу, где он занял еще более высокие должности. Все это время он продолжал писать оды. После прихода к власти Александра I Державина назначили министром юстиции. Также в этот день родились шведский кинорежиссер Ингмар Бергман, ирландский боец смешанных боевых искусств Конор МакГрегор и американский актер-режиссер-продюсер Мэтью Фокс. И к новостям нашего муниципалитета. История достойной экранизации сегодня случилась в Одинцовском округе. Несколько часов спасатели искали пожилую женщину. Она ушла в лес за грибами возле деревни Сватова и пропала. История спасения в репортаже Алтанай Урумбаевой. «Темная ночь», «Непроходимый лес» и «Люди с фонариками». Нет, это не голливудский фильм, это реальная жизнь. Хотя очень похоже на историю из триллера. Пожилая женщина ушла в лес за грибами и пропала. Я могу еще без рукавка взять. Да на просу, посмотри. А что делать? Кто же знал, что где их уважать? Бабушку ищут поисково-спасательный отряд и полиция. Лес непроходимый, поэтому и обувь соответствующая. Чтобы не потеряться самим, в помощь компас и спутниковый навигатор. Все, я примерно точку поставил. Дальше, когда приблизимся на 100 метров, будем на открыт работу. Поиски длились несколько часов. Зинаиду Петровну нашли благодаря совместной работе волонтеров «Лизы Алерт» и вертолетному поисково-спасательному отряду «Ангел». Зинаида Петровна светила в небо фонариком. Пилоты-добровольцы передали данные спасателям. Они встретили уставшую женщину около 12 ночи. На территорию лесного массива возле Сватова она попала в 9 утра 12 июля. И все для того, чтобы найти грибы. Я прошла в том лесу, где это самое, от Фунькова, сюда. Здесь прошла, ничего не нашла. А потом, значит, мне две девочки подарили три гриба и сказали, надо дальше идти. Я шла по тропинке сначала, все правильно. Но белые не попадались. А потом, значит, попалось три беленьких. Вот. Ну и я тут что-то это самое. Вот. А в фокусе нету. И солнце то скрылось, то не скрылось. Здесь она и поняла, что потерялась. Не могла присесть в лесу. Очень уж холодно было. Двигалась, чтобы не замерзнуть. Приплясывала и пела песни. Одним словом, творческая личность. Художник. Обещала портреты наши накидать с руки. Если дадим бумажку и карандаш. Художники любят изображать природу. Она красивая, величавая и опасная, если заблудился. Теперь Зинаида Петровна это знает не понаслышке. Врачи осмотрели спасенную. Ее жизнь и здоровью ничего не угрожает. Алтана Урумбаева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье действует губернаторская программа «Пешком». Ее задача – обустроить пешеходные дорожки и облагородить маршруты, уже протоптанные людьми. Какие народные тропы обустроят в этом году в округе, расскажет Екатерина Крамор. Добраться до социально важных мест или сократить дорогу – такова основная функция дорожек, которые пользуются большим спросом у жителей. Программа «Народные тропы» была запущена в Подмосковье в 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Чтобы маршруты были безопасными, их облагораживают. Мы запустили программу «Народные тропы». Ее смысл – обустроить дорожки, находенные жителями, чтобы срезать путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура, поэтому мы решили ее продолжить, улучшить и даже поменяли название программы – «Пешком». В Одинцовском округе обустроено 27 тропинок в удобных для горожан местах. На текущий момент активно ведутся работы по благоустройству дорожек по улице Маршала Жукова. Они обустраиваются по одному стандарту – ширина должна быть не менее двух метров. «Народные тропы» пользуются большой популярностью у жителей. Мы раньше гуляли, когда было открыто, в родниках было открыто, мы там выходили и гуляли мимо дуба, потом вот так вот по лесу и проходили. Обязательно должно государство делать так, чтобы людям было удобно. А люди сами себе протопщут, где им удобнее ходить. В этом году в рамках программы «Пешком» в регионе планируется благоустроить 580 народных троп. Уже более 300 из них сейчас облагораживают. Все работы должны быть завершены до октября. В Одинцовском округе в этом году планируется благоустроить еще пять пешеходных дорожек. Они расположены в Одинцове и в лесном городке. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Здание будущей школы на 1100 мест в Звенигородском микрорайоне Восточный уже заметно возвышается. Его строительная готовность составляет 17%. Андрей Иванов посетил объект, встретился с застройщиком и пообщался с местными жителями. Материал Елена Краевой. Строительная готовность школы в Звенигородском микрорайоне Восточный пересекла отметку 17%. Долгожданный социальный объект здесь необходим. Почти на 20 многоэтажных домов ни одной школы. Жители ее ждут, мы это понимаем, поэтому стараемся как можно быстрее порадовать их. Школа будет введена в третьем квартале следующего года. Контракт был заключен 31 декабря 2021 года. Общая площадь школы почти 18 тысяч квадратных метров. Она предусматривает 64 класса, где будут обучаться 1100 воспитанников. Сейчас застройщик перекладывает газопровод, после чего приступит ко второму этапу строительства здания. Выполняются монолитные работы, кладочные работы, вынос инженерных сетей. На объекте задействовано 64 рабочих и 9 единиц техники. Школа будет соответствовать всем требованиям. В процессе строительства и отделки подрядчик применит высокотехнологичные износостойкие материалы. Территорию вокруг благоустроят. В том числе здесь появится баскетбольно-волейбольная площадка. Благоустройство мы приступим в этом году к вертикальной планировке. А уже, так скажем, финишное покрытие с озеленением и окончательным благоустройством произведем непосредственно в следующем году. Беспокойство местных жителей вызывает состояние дороги между жилым массивом и стройкой. Глава округа взял этот вопрос под личный контроль. На этой неделе вы сделаете? Да, конечно. И арматуру, и желатая кидача. Завтра арматуру подрежем, и завтра же пройдем с ремонтом временной этой дороги. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Ученики столичных школ искусств одержали победу на общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Ребята стали победителями в номинациях «Оркестровые струнные инструменты» и «Фортепиано-орган». Также в копилке «Москвичей» еще 22 призовых места. Что еще интересного произошло или произойдет в столице в ближайшее время, узнаем прямо сейчас. Созданный Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» в Новой Москве стал комплексом мирового уровня. Его называют медицинским городом – больницей завтрашнего дня. Его строительство велось с учетом опыта проектирования медицинских технологий в ведущих странах мира. Ранее эта больница стала известна на весь мир как лучший центр по борьбе с коронавирусом. Число промышленных предприятий в столице выросло до 4000. При этом около 12% заводов относятся к сфере радиоэлектроники и приборостроения. Свыше 11% приходится на строительную промышленность и около 8% на легкую. Компании успешно занимают ушедшие с российского рынка бренды. Также на территории города появились производства мебели, вентиляционного оборудования, фармацевтической продукции и другие. Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина в Москве получит обновленный корпус с декоративной конструкцией на фасаде. В нем разместятся выставочный зал и фондохранилище. Ранее объект, построенный в 1935 году, работал как школа, а в последние годы в нем располагалось медучреждение. В ходе работ планируется обновить отделку и инженерные системы. На фасаде здания будет написано художественное высказывание на тему театра. И вновь к новостям нашего округа. Итоги учебного года подведены, но результаты не могут не радовать. Медалистов и победителей Всероссийской Олимпиады по сравнению с прошлым годом в нашем округе стало еще больше. Порадовали выпускники и баллами ЕГЭ. На еженедельном совещании Андрею Иванову рассказали о достижениях в образовательной сфере. Горячая пора выпускных экзаменов позади. Теперь можно увидеть и подвести итоги работы в учебном году. Главные показатели знаний – это оценки, результаты ЕГЭ, количество медалистов, победителей Олимпиад. Улучшение по всем параметрам налицо. Количество выпускников, получивших по итогам 90 и более баллов в округе 536 – это на 11 выпускников больше, чем в прошлом году. 100 бальников – 37 человек на 8 учеников больше, чем в прошлом году. И мульти-100 бальник – один ребенок, один выпускник из Лесногородской школы. На 45 медалистов больше, чем в прошлом году. Пять ребят стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Они получили призовые выплаты из бюджета Московской области. Еще одним достижением года стал проект главы округа «Школа будущего». Теперь основная задача – притворить его в жизнь. Нам обязательно с вами нужно двигаться по нашему проекту «Школа будущего». Ту большую часть и колоссальную работу, которую мы провели с нашими директорами учебных заведений, с управлением образованием и с ребятами, которые активно вовлеклись, эту работу нужно уже начинать реализовывать. Чтобы она из большой системной презентации постепенно превращалась в реальные конкретные дела, проекты. Качественное образование невозможно получить без предоставления максимально комфортных условий. А это хорошие школы и детские сады. Так открытые в этом году дошкольные учреждения в Кубинке и в Гусарской балладе станут частью образовательных комплексов. Главная цель создания образовательных комплексов – это на раннем этапе, на уровне дошкольного образования формировать те или иные интересы, профили у детей, чтобы в дальнейшем, начиная с начальной школы, проводить предпрофильное уже определение и в дальнейшем обучение наших детей. Несмотря на хорошие результаты в сфере образования, нам есть куда стремиться, чтобы в будущем стать лидерами в Подмосковье, уверен глава муниципалитета. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. «Дети детям» в России продолжается акция по сбору книг для ребят из Луганской и Донецкой народных республик. Лето в Подмосковье в Одинцовском округе реализует проект губернатора Андрея Воробьева. И новости афиша о культурных мероприятиях в округе на предстоящие выходные расскажем в нашей рубрике. В Одинцовском округе готова к отправке первая партия книг для ребят из Луганской и Донецкой народных республик. В России продолжается акция «Дети детям». Жители Одинцовского округа активно принимают участие в проекте. Принести книгу может каждый. Подробности участия узнаем в репортаже нашего корреспондента. За сильной бумагой книги волонтеры быстро, но бережно разгружают коробку за коробкой. Каждый из них прекрасно понимает, как важна поддержка их сверстникам из Луганской и Донецкой народных республик. Я думаю, что это очень важно, так как многие дети нуждаются книгам. И некоторым может даже и не дано получить книгу. И думаю, что это очень хорошо, что мы делаем. Думаю, они будут каждый вечер открывать эту книгу и читать. Книги отправляют в новые российские регионы в рамках всероссийской акции «Дети детям». Она стартовала 12 мая. Все эти месяцы волонтеры занимались сбором детской и подростковой художественной литературы. Представители Одинцовского молодежного центра собрали более тысячи книг. Для нас огромная честь, что наш Одинцовский молодежный центр стал тем самым основным пунктом сбора, куда привозят книги со всей Московской области. Книги привозят нам различные учебные учреждения. Их собирают дети. Мы потом их фасуем по направлениям, по возрастным категориям. Нам помогают в этом наши волонтеры Подмосковья, которые сегодня как раз-таки разгружали здесь книги. Но книги мало собрать. Их нужно обработать, очистить, подлатать и рассортировать. Только после этого коробки отправляют в Центр сбора гуманитарной помощи. После этого все книги централизованно направляются в наши новые регионы, передаются в библиотеки непосредственно детям, в детские сады, в образовательные организации, конечно, где это необходимо и по их потребности. Жители Одинцовского округа активно включились в акцию. Организаторы напоминают, что любой желающий может принять в ней участие. Книги до 30 июля принимают в Одинцовском молодежном центре. Алтына Урумбаева, Олег Мещерский, телеканал Одинцова. В рамках программы «Лето в Подмосковье» в области проходят различные фестивали. Проект реализуют при поддержке губернатора Андрея Воробьева. О том, какие мероприятия пройдут в округе этим летом, расскажем в нашем следующем репортаже. Насыщенная и разнообразная программа «Интересные мероприятия для детей и взрослых» в Московской области проходит сезон летних фестивалей в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Мы традиционно готовим насыщенную и интересную программу мероприятий, которая затронет каждый город Подмосковья. Во-первых, это крупные музыкальные, театральные, гастрономические фестивали, которые стали визитными карточками территорий и всего региона. При их подготовке Минкультуры и Туризма берет большой пласт задач на себя, но от гостеприимства глав тоже много зависит. И второе приоритетное направление «Лето в Подмосковье» – это культурная афиша и наполнение парков. В Одинцовском округе проходят музыкальные, театральные, гастрономические фестивали. Одним из ярких событий этого сезона стал масштабный областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках», который прошел на Лазутинке. С 19 августа стартует второй этап. Он завершится 2 сентября большим гала-концертом и награждением участников «Балашихи». Весь фестиваль располагается, получается, на любезно предоставленных нам площадках парков Подмосковья. Это произошло благодаря поддержке команды губернатора, губернатора личной и Мособлпарка. В июне в парках Одинцовского округа состоялся фестиваль «Город профессий». Формат проведения мероприятий на свежем воздухе жителям особенно нравится. Угощались пончиками, танцевали, пели. В общем, очень задорно, классный праздник получился. Спасибо огромное. Многие фестивали стали уже традиционными. Также в этом году появились и новые события. И проходят фестивали. Вот у нас в том году прошел фестиваль в Сариново-Старожевском монастыре. Прекрасные были мероприятия, спектакль был какой. В этом году прошел фестиваль шиховских музыкальных инструментов. За этот летний сезон в Подмосковье еще пройдет поэтический фестиваль под открытым небом и традиционный всероссийский гастрономический, который объединит на одной площадке сельское хозяйство, экономику, культуру и досуг. Также в парках жителей ждут различные выставки и, конечно же, джазовые сезоны. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». К новостям России. В Ярославле прошел 18-й международный кинофестиваль семейных фильмов «В кругу семьи». Гран-при получила российская картина «Дорога к дому» режиссера Ивана Шерстнякова. В жюри вошли деятели киноискусства из разных стран – Мексики, Сербии, Индии и других. По словам организаторов, главная идея всех работ – показать красивые человеческие истории с простыми жизненными ценностями. Новости России. Смотрим далее. В России появится новый день воинской славы. Сразу в двух чтениях принят законопроект, устанавливающий 12 мая – днем победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Она состоялась в 1944-м и стала одной из самых успешных, искусных и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов. По мнению законодателей, принятие закона о новом дне воинской славы положительно скажется на патриотическом воспитании молодежи и ее уважении к истории России. Круглогодичные курорты создадут в России на побережьях Пяти морей к 2030 году. Это Балтийская, Азовская, Черная, Каспийская и Японская моря. Там появится не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к инфраструктуре. В качестве приоритетных курортов предполагается Дагестан, Новая Анапа, Абраудерсо. Представители туротрасли рассказали, что в России заметно выросла популярность туристических поездок в выходные. На 2-3 дня путешественники едут в Петербург и по Золотому кольцу. При этом расходы на короткие путешествия растут. Из самых популярных городов для поездок выходного дня стали Москва, Сочи, Казань, Калининград и Санкт-Петербург. При этом цена путешествия в северную столицу этим летом выросла на 7%. Это лакомство любит практически каждый. От шоколада сложно отказаться как взрослым, так и детям. А вот кто его придумал и какая у него история, мало кто знает. Конфетные истории расскажут в библиотеке поселка Усова-Тупик. На встрече шоколадная фантазия в книгах. Мероприятие пройдет в эту субботу в 3 часа дня. Приглашают всех желающих. О других интересных мероприятиях выходного дня смотрите далее в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. На календаре середина июля, а это значит, что половина лета позади. Так что успеваем насладиться теплыми выходными с нашей подборкой культурных и спортивных мероприятий в округе. Так на поляне сказок в парке Захарова пройдут игры Пушкинской поры. Гостям расскажут о любимых играх дворянского общества конца 18-19 веков. Начало в 12.30. В час дня в Доме культуры «Солнечный» в Одинцове пройдет урок традиционной культуры, где можно будет познакомиться с историей народного костюма. А Звенигородская библиотека приглашает в увлекательное путешествие в мир журналов. В 3 часа сотрудники учреждения расскажут, что такое периодика, чем отличается газета от журнала и многое другое. В 3 часа дня в Театре сказок парка Захарова и в сельской библиотеке села Шарапова пройдут мастер-классы. В Захарове желающих научат рисовать картины с помощью песка. А в Шарапове гости сделают подделки из бумаги разными техниками, такими как оригами, квилинг и другими. В 17.00 на малой сцене парка Захарова состоится концерт «Музыка – это жизнь». Для гостей выступят дипломанты всероссийских и международных конкурсов Жанна Кулачкова и Алексей Хомяков. А для жителей Немчиновки в 18.30 возле местного культурно-досугового центра пройдет праздник «Двора». Детей ждут конкурсы и загадки, танцы и хороводы, а также спортивные эстафеты на свежем воздухе. И одно из самых масштабных культурных событий этой субботы – незабываемая ночь в парке. В 8 вечера в раздолье начнется вечерняя йога и турнир по стрельбе для взрослых. А в парке Малевича посетители ждут на ночной вернисаж. В 6 часов там откроется выставка под открытым небом. В 7 часов вечера будет мастер-класс по скетчингу, а в 8 – релакс-йога. А в городском парке Звенигорода в 15.00 пройдет мастер-класс «Лимонадовый я» и игра «Гигантская джинга» в 20.00. В воскресный день в парке Захарова также будет много активности. Например, в 2 часа горожан ждут на мастер-класс по аппликации из бумаги. А в 12 свои тайны раскроет старый сундук. Посетители смогут увидеть вещи, которыми пользовались наши предки 100 лет назад. Оба мероприятия пройдут в Театре сказок. А в первой библиотеке Одинцова состоится музыкальный концерт «Проснись и пой». Солисты вокального ансамбля «Кантилена» приглашают всех желающих насладиться музыкальным творчеством талантливых участников ансамбля. Начало в 14.00. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. А теперь к новостям мира. Полторы тысячи уникальных коллекционных предметов из Диснейленда выставят на торги в Калифорнии. Среди них – костюмы, редкие постеры и автомобили в натуральную величину из таких аттракционов, как «Дамбо» и «Питер Пен». Все это в течение 30 лет собирал американец Джоэл Маги. На сегодня это крупнейшая в мире частная коллекция предметов из Диснейленда. Цена некоторых лотов может доходить до 60 тысяч долларов. О других мировых новостях в нашей следующей рубрике. Франция одобрила новый закон, который обязывает соцсети проверять возраст пользователей. Детям младше 15 лет требуется разрешение родителей. При отказе они смогут потребовать приостановить учетные записи своих детей. Когда закон вступит в силу, у соцсетей будет год, чтобы ввести это правило для новых пользователей. И еще два года, чтобы проверить уже существующих. За нарушение закона для интернет-сообществ предусмотрен штраф в размере 1% мирового дохода. Помимо этого, соцсети должны предлагать инструменты для ограничения времени пребывания детей. 29-летний Хари Чандра Гири из Непала побил рекорд самого быстрого спуска по 75 ступеням на руках. Он потратил 25,03 секунды, делая в среднем 3 шага в секунду. Чтобы зафиксировать рекорд, претендент должен спуститься по лестнице на руках, не касаясь пола другими частями тела. В Таиланде сеть фастфудов удивила клиентов необычной новинкой – бургером, в котором нет ничего, кроме сыра. Называется он «Реальный чизбургер», а стоит 109 тайских батов – это чуть более 3 долларов. Между двумя фирменными булочками разместили целых 20 аномтиков сыра. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем – 20-22 градуса тепла, ночью – до плюс 15, и небольшой дождь. Ветер северо-западный – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное – 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 70%. Геомагнитное поле – спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». Ну а с новостями молодежной редакции можно познакомиться, как обычно, в телеграм-канале «Про молодежь». Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот и QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было «Утро на ОТВ» в студии Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам всего самого наилучшего, заключительного на этой неделе рабочего дня и, естественно, отличных выходных. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин